МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 июня на стадионе Фиш португалец Криштиан Уроналдо разогнался до 38,6 км в час и стал самым быстрым футболистом в истории. Но только ли футболистом? Усейн Болт в рекордном забеге на 100 метров показал среднюю скорость на целый километр в час меньше португальца. Понятно, что все это весьма условно. Криштиану не обгонит Болта на беговой дорожке, равно как и ямаец не обыграет португальца в футбол. Но такой необычный заход в нашей программе мы сделали для того, чтобы лишний раз показать, что легкую атлетику можно встретить практически во всех видах спорта. Это своеобразная математика для всех наук. К тому же она потому и называется легкой, что доступна каждому. По большому счету, кроме спортивной обуви, не нужно ничего. Даже наличие беговой дорожки как-то вторично. На вносливость это бегаю несколько километров. Там не на стадионе, а в полях это у нас, где всякие там машины, трактора ездят. Посмотреть на всю демократичность королевы спорта мы приехали в Абинск на сельские спортивные игры Кубани. Уникальность этих соревнований в том, что в них принимали участие как откровенные любители, те, кто занимается спортом в свободное от работы время, так и те, кто выбрал легкую атлетику своей основной профессии. Атлетического прошлого у меня нет, но у отца моего есть. Для меня бег это считается часть жизни. Ну и приятно участвовать, особенно с такими соперниками, которые мирового уровня. Мировой уровень на кубанских сельских играх представляли два мастера спорта. Вячеслав Шаламов из Крымского района и Константин Плохотников из Абинского. Оба имеют опыт участия в перенствах планеты и специализируются на средней дистанции. В Абинске мастера показали класс на дистанции в беге 3000 метров, разыграв главные награды турнира. Шаламов в итоге стал первым, Плохотников – вторым. Подготовка к чемпионату России. Ну, опять же, это была как тренировка контрольная. Это то же самое, даже если бы не было соревнований, то есть я бы все равно ее проводил. То есть как бы двух зайцев, в общем. За двумя зайцами погнался, а двух не мало вообще. В целом сельские игры собрали 140 атлетов из 35 городов и районов края. Большинство из участников, как мы уже говорили, непрофессиональные спортсмены. Для многих это вообще были первые старты в жизни. На них они получили совершенно новые, еще незнакомые соревновательные ощущения. И к тому же неоценимую легкоатлетическую науку. Скажем, все поняли, как важна хорошая и правильная спортивная обувь в тот момент, когда пошел дождь. С одной стороны, повезло то, что дышится гораздо легче воздух. Свежий, чистый, легкий воздух. Нету пекла. То есть рот не сушит. А с другой стороны, кто бежал без шиповок, в люк-атлетике есть шиповки. А вот в них есть зацеп. Тогда бежится легче. А кто бежал в кроссовках, кто продуксовал, бежало сложнее. Конечно, на любительских стартах участие главное. Но спроси любого спортсмена, хотел бы он выйти в профессионалы, и все ответят утвердительно. Те, кому удалось преодолеть этот рубеж, ровно через неделю на стадионе «Кубань» соревновались на чемпионате Краснодарского края. Можно было бы сказать, что собрал он всех сильнейших, но это не совсем так. Те, кто из нашего края входит в российскую сборную, в ее расположении и находились. А соревновались те, кто мечтает туда попасть. Кстати, чемпионат – это был тест не только для спортсменов, но и для новой беговой дорожки, постеленной в начале лета на главном стадионе края. Покрытие немного уступает новизне предыдущему, который считается более быстрым и современным. Но при этом оно оказалось не совсем восприимчивым к соседству с футболом. Постоянный полив сделал свое дело, и его немного повело. Здесь покрытие наливное. Это покрытие отличное. Во-первых, оно долговечнее и для тренировок более удачное, чем то более жесткое. Потому что жесткое покрытие, оно более травматичное, чем это мягкое. Покрытие достаточно хорошее, мягкая дорожка, новая. Мы вот буквально вчера на ней сделали разминку, больше я здесь не была до этого момента. Ну, очень хорошая дорожка, мне понравилось. Наиболее зрелищной дисциплиной в легкой атлетике является сприт. Так уж получилось, что более полувека в нем обновляют мировые рекорды только темнокожие атлеты. Последний европейский рекорд датируется 1960-м годом. С сих пор в финалах крупных мировых стартов обычно предстоители только трех стран. США, Канады и Ямайки. Нам остаются крохи в виде почетности участия. Но вот что удивительно, едва у мужчин дистанция увеличивается на 10 метров, и самое главное, появляются барьеры, все меняется кардинально. Конкурировать можно уже на равных, что доказал, в частности, выступающий за сборную края Сергей Шубенков. Я считаю так, раз у нас спринтер от Союз, а зарубежного, так вот, если правильно сказать, то с барьерами мы можем конкурировать, правильно? Можем конкурировать, и не только с барьерами, а в других технических видах. Ну, это прыжка в длину, прыжка в высоту, прыжка в шестом. Вот в этом мы можем конкурировать. Кстати, об успехах нашей страны в прыговых дисциплинах мы рассказывали неоднократно. Здесь реально есть чем гордиться. Кстати, на краевом чемпионате норматив прыжка в длину был явно не маленький – 7,60. Кто его одолел, тот поедет на чемпионат России. Всего же прошло 18 беговых дисциплин у мужчин и у женщин, 8 разных прыжков. Суммарно участвовал 13 городов и районов Кубани. Безусловно, каждый спортсмен имел на стартах свою задачу. Кто-то только выполнял нормативы, кто-то рассматривал их как подготовку к более круглым турнирам. Были и такие, у которых именно здесь решалась дальнейшая карьера. Сейчас соревнования эти выиграл, но начальство будет еще решать, кого взять того парня, который сегодня был вторым, или же и меня. Упорная борьба была, вот мы уже два старта, то он лидирует, то я лидирую. И все-таки летом больше тянет к воде. А если соревнования происходят еще и на открытом воздухе, то побывать на них одно удовольствие. Поэтому приглашаем вас на Кубок Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ. Прошел турнир в краевой мекке этого вида спорта на гребной базе акватории Старая Кубань. Здесь не только регулярно проводятся соревнования разного, иногда очень приличного российского уровня, но и почти постоянно проходят сборы национальной сборной. Так что встретить здесь звезду российской гребной команды совсем не трудное дело. Тем более, что в ней регулярно присутствуют кубанцы, которые в свою очередь имеют местом прописки другую кубанскую кузницу чемпионов – станицу Брюховецкую. У нас в станице заслуженный мастер спорта – это три человека. Батутист и два по гребле. Так что, в принципе, нашу базу многие знают, отца тренера тоже очень многие знают, и результаты у нас высокие. Именно из Брюховецкой родом главный гребной талант нашего края последних лет. Виктор Милантьев – канаиз просто от бога, уже 10 лет находящийся очень высоко в гребных рейтингах. На различных дистанциях, двойках и четверках он завоевал уже семь золотых медалей чемпионатов мира и столько же Европы. Пока Виктору не покорились олимпийские медали. Но будем надеяться, что все впереди. Когда-то тренеры откопали самородка во многом случайно. Он поразил всех работоспособностью. Представьте себе, он ежедневно добирался до места тренировки своим ходом на лодке по всем протокам станицы Брюховецкой. Случай, конечно, уникальный. Обычно гребцы начинают не так. Мы сперва набираем в бассейн. Они ходят в бассейн, привыкают к занятиям, к нагрузкам. Плавно потом летом переводим на воздух, на речку. Им тоже это нравится. Новички у нас приходят и начинают свой путь на лодках, еще сделанные во времена Советского Союза. Еще в 70-е, конец 70-х, начало 80-х годов. У нас есть такие лодки, мы трепетно и бережно к ним относимся, сохраняем инвентарь, поэтому пригоруемся на них. А спорт высоких достижений, конечно, требует вложения. И вот мы подобрались к тому моменту, что это очень красивый, но при этом очень недешевый вид спорта. Стоимость лодки сопоставима со стоимостью автомобиля, с соблюдением всех соответствующих пропорций. Просто хочешь плыть – это машина эконом-класса. Хочешь добиваться успехов – и автомобиль, точнее лодка, должна быть соответствующая. Кроме главного спортивного снаряда, для достижения результата используют многочисленные тренажеры. Причем сильнейшие грибные державы мира, чтобы держаться на плаву, сейчас на них моделируют практически все погодные условия, которые затем будут на крупных стартах. Это происходит в так называемых грибных бассейнах или грибных ямах. На воде мы технику, разрабатываем силу. Просто на тренажере больше силы нарабатывается, а на воде более сильная точность движений и сам грибок. На данный момент в программу Олимпийских игр входят 4 мужских байдарочных дисциплины и столько же женских. А вот в каное до последней Олимпиады были представлены только мужчины. Для прекрасной половины человечества это пока новый вид. Он, по большому счету, появился только в 21 веке. Но уже на следующей Олимпиаде женщины разыграют свой первый одиночный спринт на каное. Даже этот весьма тяжелый спорт и тот пал под натиском слабого пола. Байдарка быстрее, чем каное. Насколько я знаю, что, допустим, у молодежи девушка-байдарочница гребет примерно так же по скорости, как парень-канаист. Теперь об общих итогах турнира, на который мы вас пригласили. Кубок Краснодарского края – турнир одновременно и самодостаточный, на котором гребные школы края могут выявить сильнейшего, и отборочный, где выявляли лучших, кто отправится на чемпионат России. Главные гребцы России соберутся в Москве в Крылатском через месяц. Кубок край делегировал туда 38 кубанцев из 120, которые за него боролись. Было немало принципиальных дуэлей. Скажем, краснодарцу Максиму Селиванову было архиважно, наконец, обыграть братьев Петровых из Брюховецкой. Никак он не может этого сделать последние пять лет. А тут получилось. На радостях Максим даже не удержал лодку и перевернулся после финиша. В том году на этих же соревнованиях я так же шел, только за метр вывернулся и проиграл. Это так, будто первый был. Просто старт плохо взял, чуть не упал. Но потом я собрался и начал работать. И так получилось, я полностью выложился первый раз, получается. Я так никогда не выкладывался. И вот результат моих тренировок, я первый стал. Всего турнира собрал семь кубанских грибных школ. Краснодар, Брюховецкая, Каневская, Староминская, Славинск-на-Кубани, Тимошевск и Тимрюк. Разумеется, не было тех, кто просто приехал, все боролись за призы. Вообще, сильная конкуренция в кубанской гребле на байдарках и каноэ была всегда. Именно это делает ее одной из сильнейших школ в стране. В таких странах, как Россия, именно в таких грибных державах, чтобы попасть на чемпионат мира, по сути, надо максимально подводиться к самому отбору. Жернова, которые зачастую не дают пройти сильным спортсменам, тем, которые могли бы, по сути, быть вторыми номерами на чемпионатах мира и Европы. Но они просто туда не попадают, потому что высокая конкуренция. Через неделю мы никуда не денемся от воды. Вам будет предложен сюжет о крупном краевом турнире по плаванию и размышления о том, как очки, добытые в бассейне, помогают в современном пятиборье. Смотрите нашу программу и удивляйтесь, как богат на таланты наш край спортивный.